Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале в новом 2021 году и сегодня хочу вам рассказать о фаворитах 2020 года, который наконец-то уже закончился, ждала я этого с нетерпением. Какие-то продукты, возможно, я уже показывала во влогах, но скорее всего в формате покупок и поэтому какое-то однозначное свое мнение я сказать не могла, но спустя время, полгода-год я уже ими попользовалась и теперь могу поделиться своими впечатлениями. В это видео включу то, что я просто могу чистой совестью вам порекомендовать. Не факт, конечно, что вам это понравится, потому что все мы в этом плане разные, но это те вещи, которые действительно произвели на меня хорошее впечатление. Так что, если вам интересно, то давайте приступим. И давайте начну с ухода за волосами. Первое, что я хочу вам показать, это вот такой шампунь от марки Goldwell, который предназначен для того, чтобы бороться с перхотью. Вообще, честно говоря, замучилась. В одном из видео жаловалась, что когда я ходила в салон, мастер, ну я у нее спросила, говорю, почему так получается, я покупаю разные и какие-то дорогие шампуни, но все мне не подходит, у меня ужасно зудит голова. На что она посмотрела и сказала, что у меня, ну как бы фрагментарно, если так можно выразиться, вот эти вот, ну это даже не похоже на перхоть, какие-то такие белые хлопья. И, скорее всего, она сказала, что это просто сожженная кожа головы от неправильного ухода. Объяснила мне, как все нужно правильно делать и, в принципе, сказала, что проблема должна исчезнуть. И когда она мне провела разные процедуры после окрашивания, действительно, в течение, наверное, месяца у меня вообще не было никаких проблем. Но потом опять началось, не знаю, что случилось, может, опять не подошел шампунь. Я уже отчаялась и купила себе вот от марки Goldwell. Стоит он 10 евро, но я могу сказать, что, я объем здесь не очень большой, 250 мл, но могу сказать, что у каждого евроцента он стоит, потому что буквально за два применения он избавил меня абсолютно от этой проблемы и у меня наконец-то перестала зудеть кожа головы после каждого мытья. Поэтому, если вдруг вы страдаете такой проблемой, может быть, вы уже ходили к трихологу и он вам что-то назначил, и у вас эта проблема прошла, то, конечно же, это отлично, но если нет, то советую попробовать еще вот этот шампунь, потому что, ну я мучаюсь уже довольно давно, но он мне помог избавиться вот буквально за два мытья. Следующая вещь, которую я хочу вам показать, это тоже, знаете, такой экспресс-вариант быстрого избавления от проблем с кожей. Вот такая маска от марки Turbliss. Я про них уже рассказывала. Вообще, это эстонское производство, и эти маски на основе торфа идут. И действительно, вы знаете, наверное, лучше я вообще ничего не пробовала. У меня за декабрь месяц было огромное количество высыпаний, связанных, я так думаю, что это все-таки связано со стрессом, потому что как только я начинаю нервничать по какому-то поводу, у меня здесь начинают появляться вот такие болезненные очень прыщики, и вот это средство меня всегда выручало. Раньше я заказывала вот такой большой объем, но часто так получалось, что я не успевала использовать его до конца, потому что только вот в экстренных случаях. Поэтому есть еще вот такой объем, совсем небольшой. Здесь получается, ну сколько здесь, даже не написано, ну по-моему там было 20 мл, да, точно 20 мл в этой маске, и ее нужно использовать не часто, 1-3 раза в неделю. У этой маски такое, знаете, интересное действие, когда вы ее наносите, вы не должны давать ей застывать, потому что если она застывает, то потом на коже появляется очень сильное покраснение. Оно на следующий день пройдет, поэтому эту маску вообще лучше не использовать перед выходом куда-то, но на ночь просто отличный вариант, могу вам порекомендовать. Ее можно достать не только в Эстонии, но также она есть на каких-то сайтах, которые осуществляют международную доставку. Я еще раз поищу и снизу оставлю, но могу вам сказать, что те девочки, которые по моему совету когда-то заказывали ее, потому что я показывала, по-моему, несколько лет назад, и даже писала о ней в Инстаграм, они сказали, что действительно у нее очень крутой эффект. Единственное, что она может не подойти только от непереносимости каких-то определенных компонентов. Но здесь состав довольно простой, поэтому обязательно его прочитайте, я потом поближе вам покажу, можете посмотреть, возможно вам что-то не подойдет, тогда не покупайте. Но если вы хотите классное средство, которое действительно за пару применений сделает вашу кожу как у младенца, она просто отлично подходит для жирной кожи, она просто нереально круто стягивает поры, что еще нужно для жирной кожи, но лично для моей только это, потому что очень часто и тональная основа проваливается куда-то в поры, поэтому могу вам тоже порекомендовать ее к покупке. И в прошлом году мне посчастливилось попробовать большое количество продуктов от марки Эвелин. Не скажу, что все произвели на меня, ну, какое-то там огромное впечатление, потому что некоторые просто есть хорошие продукты, ну, достаточно такие посредственные, а есть вещи, которые действительно мне очень полюбились. И вот эта очищающая паста скраб для лица от черных точек, как раз входит в число продуктов, которые меня действительно очень впечатлили. Вообще она предназначена для молодой кожи, скорее всего где-то для подростковой, но мне уже 33 года, у меня жирная кожа, расширенные поры, так что в этом плане я где-то вот на уровне подростков осталась. Конечно, плюс этой коже, наверное, то, что она медленнее стареет, но на самом деле все остальное, я считаю, минус, потому что и тональная основа плывет, и расширенные поры постоянно забиваются, и как раз вот эта маска предназначена для того, чтобы решать эти проблемы. Вот за что я люблю продукты, которые мне присылают из России, здесь все на русском, и не нужно долго тут сидеть и переводить. Я обязательно сделаю либо фотографию, можете поставить на стоп, либо сделаю такой, не стоп-кадр, а небольшое видео, где вы сможете прочитать состав. На самом деле маска меня действительно очень впечатлила. И эту маску вы наносите, точнее эту пасту вы наносите на сухую кожу лица, и начинаете ее потихоньку скрабировать как раз в тех местах, где поры наиболее у вас забиты, и потом уже смываете теплой водой. Она очень хорошо отшелушивает еще кожу, и я люблю ее использовать как раз перед нанесением тональной основы, потому что тогда она ложится на мою жирную кожу, как по маслу. Поэтому могу вам порекомендовать, здесь написано, что это какая-то инновация, и также стоит наклейка, что, видимо, это какая-то награда, International Success of the Year. Если вы тоже испытываете вышеперечисленные проблемы на вашей коже, то могу посоветовать попробовать эту маску. Стоит она бюджетно, так что, если вдруг вам по каким-то причинам не подойдет, ну хотя бы будет не обидно, что вы потратили какую-то большую сумму, ну а если подойдет, то это тоже будет для вас приятная находка. Думаю, что вы останетесь приятно удивлены в соотношении цены и качества. Следующая вещь, которую я хочу вам показать, тоже стала открытием прошлого года. Это вот такой карандаш от марки Vivienne Sabo, номер 01. У меня какие-то были до этого карандаши из обычной серии, но это гелевая серия. Увидела у нас на сайте в эстонском интернет-магазине и сразу заказала. Я вообще люблю просто наносить вместо всех помад, которых у меня тоже уже огромное количество, все-таки карандаши на губы, потому что они держатся намного дольше, и я в течение дня особо их вообще никак не подправляю, потому что, ну, если я выхожу куда-то там на 3-4 часа, получается, я прихожу с этим же карандашом на губах, и он абсолютно в нетронутом виде. Так что, когда у меня заканчивается один карандаш, вот в подобных таких оттенках я сразу ищу либо что-то другое, но просто интересно попробовать что-то новое, либо покупаю тот же карандаш. И от марки Vivienne Sabo я пробовала не так много продуктов, но, в принципе, все, что пробовала, мне нравилось, и их обычная серия карандашей тоже мне нравится, но там очень мало цветов, которые мне подходят. Эта линейка заинтересовала меня тем, что, по-моему, там всего лишь 5 оттенков, и все они довольно светлые, как раз хорошо подходят, ну, мне так кажется, к моему типажу, потому что чем-то более ярким я не привыкла пользоваться, и я сразу обратила внимание вот на оттенок 0.1. Сейчас покажу, как он выглядит, я уже здесь делала сводч. Это такой, знаете, натуральный оттенок, чуть-чуть где-то уходящий в розовый. Когда я читала iRecommend, то вот этот 0.1 оттенок на всех губах выглядит абсолютно по-разному, поэтому я как-то растерялась, но все равно решила его заказать. И вот сейчас он у меня на губах, карандаш очень-очень стойкий, и он довольно сильно сушит губы, но я думаю, что те, кто привыкли пользоваться какими-то такими матовыми текстурами, должны быть к этому готовы. Вот, еще раз показываю, как он выглядит на Сочи. Всегда на ночь использую масло, которое тоже вам покажу для губ, и потом также использую скраб, если нужно вот что-то отшелушить. Тем более сейчас зимой губы сильно обветриваются, поэтому всегда использую вот перед этим карандашом и после него какие-то другие средства. Но в целом, если любите такие оттенки, я ссылку тоже оставлю, можете посмотреть, либо по названию, потому что в Эстонии, да, я видела только 5 оттенков. Может их, конечно, гораздо больше, то советую тоже к нему присмотреться. И следующее, с чем я хочу вас познакомить, и с чем я сама познакомилась только в прошлом году, это масла для губ. До этого свои губы подготавливала к матовому карандашу таким способом, что у меня был скраб, в общем, я скрабировала губы, и потом после этого, ну, они были гладкие, я наносила карандаш, все было в порядке. Но в холодное время года ваши губы требуют не только, чтобы вы их поскрабировали, но также увлажнили. И как раз хочу показать вам свои открытия 2020 года. Это вот такие два масла для губ от разных марок, но довольно бюджетные. Первая это марка Stellar. Очень мне понравилось это масло, у него есть такие небольшие вкрапления блесток, но на губах они вообще абсолютно никак не ощущаются, отлично увлажняют. Обычно я наношу его либо на ночь, либо один забираю с собой в сумку, один оставляю дома. Они оба по своей функции очень похожи, только единственное для меня личное различие, это то, что у вот этого масла более такой навязчивый запах кокоса, а что касается этого масла, он где-то такой отдаленный. И вот это масло наношу на ночь, каждый раз как использую матовую помаду или матовый карандаш. В принципе, по своему действию, как я уже сказала или не сказала, они для меня в принципе одинаковые, увлажняют, на мой взгляд, тоже одинаково, но одинаково хорошо. Что эти два средства я могу посоветовать, если, конечно же, ваши губы не просто там, знаете, убиты в хлам, потому что, ну, бывает такое, что если часто ветер дует у нас в Эстонии, так вообще, блин, без ветра, по-моему, ни один день не обходится, ну, редкое исключение, когда такое бывает, то, конечно, наверное, этих средств вам будет мало, и нужна артиллерия потяжелее. Например, вот есть у Элизабет Арден, я раньше покупала, но есть у меня еще, тоже, знаете, средство такое для губ, 8 часов называется, и действительно, оно мне помогало даже в самых таких плачевных случаях, но если вам нужно просто такое небольшое увлажнение, либо восстановить губы после, опять же, матовых карандашей и помад, то вот эти два средства могу вам посоветовать. И далее хочу вам показать две тональные основы, которые впечатлили меня в прошлом году. Первая тональная основа от Lumine это Fluid из серии Nordic Nude. На самом деле, когда-то я давно на пороге покупала тоже от Lumine Tone, который был в виде Fluid, но с пипеткой, и я всего лишь один раз его нашла, потом хотела купить, но, к сожалению, нигде больше он мне не попадался, либо они сняли его с производства, либо это был ребрендинг, и они выпустили ее в таком формате, уже без пипетки, а просто с помпой. И с помпой она мне нравится немного меньше, потому что она очень сильно пачкает крышку, и это выглядит неэстетично, и после каждого использования приходится ее протирать. Но в целом могу сказать, что вот этот Fluid просто отлично сидит на вашем лице, он абсолютно не подчеркивает никакие шелушения, и выглядит как вторая кожа. И в течение дня остается на вашем лице, даже если она у вас жирная, как у меня. Ложится он тонким слоем, то есть не создает впечатление, что у вас вообще на лице есть тональная основа, но при этом отлично выравнивает тон. Поэтому по всем параметрам она мне подошла, и я обязательно, когда закончится, куплю себе еще. Здесь еще есть SPF 20, ну практически, по-моему, как и во всех тональных основах от Lumine, почему-то, ну, по крайней мере, которые мне попадались, везде есть SPF. И у меня это оттенок 2 Ivory, но есть еще, получается, светлее. Но мне как раз он для моей кожи подошел, поэтому тоже могу вам его порекомендовать. И знаете, вы когда ее наносите на лицо, она сразу как бы застывает, и это очень как бы хороший холл для того, чтобы совершать какие-то дальнейшие манипуляции, например, распределить хорошо корректирующие средства. То есть все, ну, просто супер получается. И следующая тональная основа от марки Milani, я очень-очень давно на нее смотрела, перечитала кучу отзывов, американские блогеры от нее в полном восторге, и я тоже захотела ее купить. Здесь сразу идет консилер вместе с тональной основой, то есть, ну, подразумевая то, что вы не должны отдельно использовать его потом. Действительно могу сказать, что покрытие достаточно плотное, и возможно даже, что консилер вам не пригодится, если у вас нет сильных синяков под глазами, там, следов недосыпа, вот, поэтому тоже могу порекомендовать. Она хорошо перекрывает все покраснения в течение всего дня, на жирной коже держится отлично. И вы знаете, что мне нравится в их продуктах? То, что они пишут сразу, какое покрытие она дает. Например, здесь написано, что среднее, от среднего до полного, то есть, ну, зависит от того, наверное, сколько слоев вы нанесете. Также она невесомая, здесь тоже это указано. Она oil-free, что отлично подходит для жирной кожи. Она резистентна к воде, ну, то есть, водостойкая, поэтому тоже могу посоветовать вам к ней присмотреться. И очень классная упаковка, конечно, у нее здесь вот такая помпа находится, и само это стекло. В общем, тоже классная тональная основа. Присоединяюсь ко всем хвалебным отзывам американских блогеров, и ссылку тоже на нее оставлю снизу. Ну, в принципе, я думаю, что в России вы без проблем ее найдете. Я ее заказывала через Look Fantastic, нет, не через Look Fantastic, а через Feel Unique, по-моему. И следующие две вещи, которые я хочу вам показать, это уже консилеры, достаточно бюджетные. Вообще, я, конечно, очень люблю консилер от Clorance Instant Concealer, который я покупала уже несколько раз. И если вот говорить о косметике подороже, в общем, класса люкс, наверное, то, конечно, я дам предпочтение ему. Ну, но если вы ищете хороший бюджетный вариант, хотя, вот честно говоря, сейчас уже бюджетной косметики, наверное, практически не существует, только если какие-то новые марки внедряются, то сначала на них цены довольно приемлемые, потом взлетают уже и L'Oreal, и Maybelline, то это, ну, достаточно дорого. Первое, что я вам хочу показать, это вот такой консилер, кстати, они оба от Maybelline, да. Это Instant Anti-Age, который я тоже покупаю, наверное, уже в третий или в четвертый раз. Синяки под глазами у меня добротные, особенно сейчас, когда появился ребенок, поэтому мне нужна довольно тяжелая артиллерия. Но он, знаете, он хорошо справляется с синяками, но, тем не менее, не перегружает кожу под глазами, нет никакого ощущения стянутости, он не забивается в складки. Но, конечно, перед этим я использую сначала увлажняющий крем, и после того, как я наношу этот консилер, я еще использую прозрачную пудру. Поэтому, в принципе, ни у одного консилера нет шансов забиться, они как прибитые там держатся. У него достаточно такой хороший цвет, поэтому, мне кажется, ну, даже здесь не видно, он хорошо сливается с тоном кожи, и подойдет практически, мне кажется, любому типажу. И следующий консилер тоже от Maybelline, который называется Super Stay, и он тоже full coverage, то есть имеет полное покрытие, он отлично справляется с синяками любой сложности, даже очень синими, очень фиолетовыми, у меня особенно вот эти места здесь видно. У меня есть такая, знаете, дурацкая анатомическая особенность, это то, что мало того, что синяки, так вот это место, оно прям имеет такие углубления, конечно, с именно углублениями оно не справится, но сам синяк перекрывает очень хорошо. Тоже абсолютно невесомый, не чувствуется у вас под глазами, и не создает никакого дискомфорта, но, тем не менее, работает отлично. Тоже могу порекомендовать к покупке, хватает его очень надолго, здесь есть вот такой вот спонж, я просто точечно наношу на те места, та, которая мне нужна, и он отлично справляется со своей задачей. Еще одним моим открытием, но уже в мире теней, стали две вот такие палетки, которые я показывала во влогах, но их все равно мало смотрят, может быть, те, кто не смотрели влог, посмотрят как раз видео о моих фаворитах, и там их увидят. Первая палетка от марки Wet n Wild, достаточно бюджетная, без скидки, ее цена где-то была 15 евро, и я очень уважаю палетки, которые делает Wet n Wild, где 8, по-моему, оттенков, но сюда они собрали несколько таких палеток, поэтому для меня такой формат, конечно, был гораздо удобнее, чем, например, там 10 штук купить, ну не 10, но 5 штук отдельных палеток купить, которые я хотела попробовать. Вот от этой палетки Wet n Wild я в полном восторге осталась, потому что соотношение цены и качества просто отличное, тени очень пигментированы, матовые оттенки отлично переносятся, отлично растушевываются, потому что обычно в бюджетных палетках матовые оттенки так себе, да, разные такие шиммерные, они все отлично наносятся пальцем, но что касается матовых, то дело просто труба, но сейчас в основном все марки стали стараться, и даже несмотря на бюджетную стоимость, они все-таки производят хорошие палетки, и матовые оттенки там тоже классные. Ну, еще раз скажу, что, наверное, из всех бюджетных палеток, что мне на сегодняшний день удалось попробовать, ну вот в прошлом году, это оставило самое хорошее впечатление. Я знаю, что девочки по моему совету покупали, заказывали, по-моему, на бьюти-бэна есть, потому что я покупала у нас в Эстонии, да еще и по скидке за 9 евро. Вот, писали мне потом в личку, что качество у нее действительно отличное, посмотрите, сколько здесь оттенков, здесь можно и экспериментировать, и делать обычный повседневный макияж. И что мне очень понравилось еще в этой палетке, так это черный оттенок, который настолько черный, и таким же переносится с помощью кисточки на веко, потому что бывает вроде бы в палетке, он черный, на палец наберете, сделаете сводч, он черный, но когда дело касается кисточки, то получается что-то такое серое, знаете, какое-то серое недоразумение. Но здесь с этим все в порядке. Здесь несколько цветов хамелеонов, которые точно придутся вам по душе, поэтому могу ее порекомендовать. Я оставлю ссылку снизу на иностранный сайт, ну, с которого вы можете заказать в любую страну, но сама я покупала у нас в Эстонии. И я очень-очень хотела палетку, где бы были только зеленые оттенки, и как раз вот мне приглянулась в этом плане Huda Beauty. Тоже заказала я ее на Feel Unique, ждала 10 дней, очень ждала. И вот, наконец, она у меня. Я уже вдоволь ей наигралась, я делала и себе с ней макияж, и также делала своей подруге. У нее был день рождения, там в каком-то, знаете, зеленом стиле, были зеленые платья, и она очень хотела зеленый макияж. И, в общем-то, мы эту палетку использовали, все, с ней работать одно удовольствие, потому что цвета тоже растушевываются отлично, передаются отлично. Макияж у нее держался весь день, но, конечно, это еще заслуга и база. Ну, там я поколдовала, но могу сказать, что это тоже одна из лучших палеток на сегодняшний день, которую я пробовала. Помимо зеленых оттенков, есть еще такая же фиолетовая, но там каждая для себя девушка найдет те цвета, которые она любит. Но я знаю, что многие склонились вот именно к этой зеленой палетке, потому что сейчас как раз вот эти цвета просто вот на пике популярности, куда не зайдешь, в Инстаграм, где делают макияжи, везде есть зеленый вот этот цвет. Так что эту палетку я прям тоже вот смело могу рекомендовать к покупке. И также обещала вам показать свой самый любимый аромат. Я уже тоже в одном из видео говорила, что у меня практически, ну, не практически, у меня нет ни одних духов, потому что, ну, я попросту к ароматам как-то равнодушна. Да, я люблю разные спреи для тела, например, от Виктории Сикрет у меня есть самый любимый. Ну, хочу вам показать вот аромат, который просто неизменно остается для меня фаворитом, и покупаем уже во второй раз, и вообще он мужской. Это Zara из серии Tobacco Collection. Не знаю, есть ли он сейчас в наличии. Последний раз мы покупали его год назад, и, знаете, я не умею, честно говоря, описывать ароматы, но его сравнивали, по-моему, с каким-то ароматом Tom Ford. Если я не ошибаюсь, вот я смотрела на одном сайте. Это очень... Я вообще сладкие ароматы не особо люблю, и даже помню, когда была беременна, я просто просила Женю не пользоваться им, и хоть у меня не было токсикоза, но он мне настолько был противен. Ну, после беременности, после родов, конечно же, все прошло, и я вновь к нему вернулась. Мне кажется, знаете, он такой унисекс, потому что в нем нету ничего такого конкретно мужского. Он очень сладко, и очень нежно пахнет. Аромат очень стойкий, несмотря на то, что это Zara, и стоил там в районе 12 или 15 евро, но он держится на моей одежде до стирки, и на коже до мытья. То есть, он... Нет такого, что я набрызгалась, два часа прошло, он куда-то пропал. Я его потом на себе не чувствую, но я специально узнавала у близких мне людей через несколько часов, даже не через несколько, но там через 10 часов, есть ли на мне еще аромат. Они на мне его чувствуют. Так что, девчонки, если вдруг вы его обходили стороной, потому что это Zara, потому что он стоит где-то 15-20 евро, может быть, даже дешевле, то попробуйте в магазине его. Я думаю, что вы тоже не останетесь равнодушными. Мы вдвоем с Женей им пользуемся. И знаете, я не знаю, может быть, это его такая особенность, может быть, так и должно быть. Он на нас пахнет по-разному. Ну, конечно, когда я только на себя брызгаю, я же помню какой это аромат. Но когда я, допустим, чувствую его от Жени, он совершенно пахнет по-другому, но также нежно, и также приятно. Поэтому советую присмотреться. Так что, если вы где-то увидите его, то обязательно попробуйте. Название я оставлю в инфобоксе. Очень часто мне задают вопрос насчет базы под тени. Это и в Инстаграм бывает, когда я выкладываю макияж. И хотя я уже очень много раз о них говорила. Но, кстати, я для себя в этом году, точнее, в прошлом, открыла вот такую базу от NYX HD. На самом деле, думала, что она мне не понравится. Но могу сказать, у меня закончилась тогда, на тот момент, как раз вот это кремовые тени от Maybelline Color Tattoo, которые я покупаю вот уже уже не знаю, какой раз. Раньше всегда покупала в таком же оттенке MAC Paint Pot. Но, знаете, слишком накладно, потому что, в принципе, макияж я делала довольно часто, и база у меня быстро заканчивалась. Стоила на тот момент она 20 евро, и тогда я для себя нашла альтернативу в виде вот этих теней от Maybelline. Там раньше было не очень много оттенков, но сейчас они сделали, по-моему, 10 дополнительных оттенков. Я себе парочку купила, и вот один из них тоже. Просто вот это более, знаете, такое в какую-то оранжевую уходит. Я все-таки, ну, и поэтому она мне меньше понравилась как база по тени, потому что как самостоятельный продукт я никогда такие не использую. Ну, не нравится. Я больше привыкла вот к теням именно в каком-то вот сухом формате. Вот, поэтому могу посоветовать вот эту базу, если у вас точно такие же жирные веки, как у меня. Если большинство теней у вас не держат в течение дня, то это будет отличный вариант. Если вы когда-то пользовались MAC Paint Pot, неважно, какой оттенок, Soft Ochre, либо, как же там было, вот знаете, такой телесного цвета оттенок. Раньше так часто крутился на языке и в голове, но когда я перестала покупать его, как-то забыла, я потом перешла именно на Soft Ochre. И вот, да, для себя нашла именно бюджетный вариант, там, 6 или 7 евро. Единственное, что здесь, конечно, меньше объем. Другая база, которую я открыла для себя в прошлом году, когда вот у меня закончились тени и не успела их заказать, у меня была вот такая от NYX из их линейки HD. Честно говоря, после вот этих думала, что никакая не способна завоевать мое сердце, но вот эта оказалась тоже очень классная. Она, знаете, такая полупрозрачная, то есть вроде бы я нанесла, она похожа на консилер, но все-таки, когда вы распределяете ее по веку, она становится полупрозрачная, но тень она держит реально как прибитая. Единственное, что на этой базе мне немножко сложнее растушевать тени, потому что вот на вот этих тени растушевываются просто как по маслу, хотя не всем она нравится. Некоторым довольно сложно, но я думаю, что тут еще все зависит и от кисточек, которыми вы пользуетесь. Я показывала вам два классных набора с Алиэкспресс, и я просто в восторге от этих кистей. Если вы не смотрите видео про Алиэкспресс, но ищите хорошие кисти, то снизу тоже оставлю на них ссылку, можете посмотреть. Эти оба набора я могу рекомендовать просто с чистой совести. Уже очень много девочек по моей наводке купили кисти. Я даже выкладываю иногда в Инстаграм отзывы, ну, когда они меня там отмечают и получают эти кисти, пользуются, что они тоже в восторге. Так что вот, все ссылки и, как я уже сказала, всю информацию можно найти в инфобоксе. Так что вот, на сегодня это все, что я вам хотела показать, потому что уже у меня садится батарея, как обычно, очень долго записываю. И, наверное, сделаю вторую часть, если будет возможность, покажу вам там все остальное, либо сделаю пост в Инстаграм со второй частью моих фаворитов за 2020 год. Все ссылки на Инстаграмы, Телеграмы и прочие соцсети, если вам интересно, я всегда оставляю в инфобоксе, они все кликабельны, то есть нажимайте, сразу переходите, можете сохранить себе, если вам интересно, либо добавиться в друзья. В общем, как пожелаете сами. Если у вас есть вопросы, если у вас есть какие-то фавориты, которыми вы бы тоже хотели поделиться, то обязательно пишите мне их в комментариях и увидимся в следующем видео. Пока!